Сегодня я расскажу вам про робота-домохозяйку, а точнее про робота-пылесос. В общем, смотрим. Обзор на робот-пылесос делать достаточно сложно, поэтому для полноты эксперимента я решила придумать ему два полноценных задания и одно сделаю такое бонусом. Так вот, в первом задании мы будем проверять, насколько качественно робот-пылесос убирает поверхность пола, насколько это быстро у него происходит и сколько мусора он оставит на поверхности. Второе задание это лабиринт. Будем смотреть, насколько хорошо робот-пылесос может выбираться из труднодоступных мест, ну и вообще забираться туда тоже очень важно. И третье задание это тест батареи. Полное название этого полудворецкого, конечно, заставляет волосы дыбом подниматься. Сяоша Робот Вакуум Клинер Виз Плейминг от компании Xiaomi. Название такое же, как у моих последних видео, когда хочется вставить все. В общем, этот Сяоша стоит 22 тысячи рублей на момент записи этого видео. Актуальную цену смотрите на сайтах. Но свои деньги он полностью отрабатывает. Обо всем расскажу, не переживайте. А пока мы будем смотреть комплект, вы можете подписаться на канал, если еще не, и поставить лайк. Комплект богатый. Помимо самого робота и док-станции к нему есть еще сменные тканевые насадки для мытья пола со специальными дозаторами, которые обычно другие не кладут, и такие же потом мало где найдешь. Дополнительный фильтр, помимо того, что уже вставлен в робота. Щетка для чистки насадок, причем на одном конце лезвия для удаления волос, нитей и прочего мусора, который любит всецело обматывать щетку с ворсом. Пластиковая площадка для док-станции, на которую заезжает пылесос, тоже редкое явление у конкурентов. И, конечно же, инструкция. Робот похож на все те, что вы могли видеть ранее. Такая же круглая форма, катается сам по себе по комнатам и собирает все, что видит. Но у Сяоши все продумано. Он очень прост в использовании. На его корпусе всего три механические кнопки. Включение и выключение. Запуск уборки всей доступной площади, то есть всей квартиры или дома. И еще один запуск точечный, когда пылесос выбирает радиус в метр и проходит определенную зону по кругу. Рядом отсек для мусорного бокса на лицевой стороне, если так можно сказать. И здесь же можно посмотреть, работает ли Wi-Fi. С его помощью робот, кстати, подключается к приложению Mi Home, где можно задать уборку квартиры в определенные дни и время, например. Но вернемся к пылесосу. У него также имеются динамики, поэтому о своей работе пылесос громко сообщает на английском языке. На обратной стороне две щетки. Одна основная, прямо по центру, другая маленькая, сбоку. Она сметает весь мусор под пылесос. Правда, дело здесь не столько в щетках, сколько в высокой мощности, 1800 паскаль. Для влажной уборки берем соответствующую насадку, наливаем туда воду через отверстие. На липучках фиксируем тряпочку и устанавливаем все это вот сюда. Все очень просто надевается и снимается. Дозатры будут распределять подачу воды, поэтому лужи после робота вы не увидите. И, кстати, все очень легко вынимается и моется после. Но об этом я расскажу чуть позже. Также тут есть два основных колеса, которые могут подниматься и опускаться на препятствиях. У меня, кстати, именно этот робот еще не застревал. И одно маленькое центровое. Здесь два чувствительных гироскопа, поэтому робот во время основной уборки ездит строго по прямым линиям. А еще у него спереди сенсор препятствий и специальная платформа, которая пружинит при столкновении с вертикальными непроходимыми препятствиями. Робот рассчитывает свое перемещение таким образом, чтобы не пропустить ни одного участка. Вот смотрите, я рассыпала ему муку, рис и семечки и попросила убрать всю комнату площадью 9 квадратных метров. Ему потребовалось около 20 минут, чтобы вычистить все. Причем место, где была мука, для него оказалось сложным, и он с первого раза его не очистил. Однако вернулся через некоторое время, чтобы и его вычистить до идеала. Ну, молодец. Просто нет слов. Еще одно испытание для Сяоши – преодолеть лабиринт. Я его слепила из того, что было, и маршрут выбрала короткий, но все же. Обратите внимание на этот участок, он максимально узкий. Ну что, ставлю его вот тут и отправляю на подзарядку. Сюша пытался очень, вы сами все видели. Но у него не получилось. Видимо, такой проход, где по бокам буквально по миллиметру, для него непреодолим. Что ж, расширю немножко проход на пару сантиметров и запущу вновь. Неплохо, но у меня, честно говоря, таких мест, где бы он мог застрять, дома нет. Но, кстати, минус в том, что пылесос не смог подойти к зарядке и оповестил об этом один раз. Ну, а с другой стороны, будь я не дома, а пылесос, например, запустился бы у меня по таймеру и вдруг застрял, и я бы не хотела, честно, чтобы он орал на весь дом до моего приезда. Пылесборник на 640 миллилитров. Напомню, тут сейчас мука, рис и семечки, которые, похоже, Сюша в процессе успел погрызть. Еще волосы моей собаки, по-видимому, где-то откопал. В общем, все это я выбрасываю, достаю фильтр и промываю, чтобы все опять было чистеньким и аккуратным. После того, как робот закончит уборку или его заряд батареи будет на исходе, Сяуша вернется на док-станцию. Аккумулятор у него на 2600 миллиампер час. И этого хватает примерно на 2 часа и 7 минут сухой и влажной уборки одновременно. Однако, если оставить только сухую уборку, Сяуша проработает чуть больше, 2,5 часа. И, кстати, допустим, робот не успел убрать всю квартиру, а продолжить ему не позволяет заряд батареи. После восполнения энергии Сяуша не начнет уборку заново, а продолжит с того места, где закончил в прошлый раз. Вот такой вот он умняш. Итак, дорогие зрители, выводы сделаны. Надеюсь, вы получили ответы на все ваши вопросы. Ну, а если нет, то пишите в комментариях, они для вас открыты. Будем разбираться, находить правильный ответ для вас. Ну и поддержите это видео лайком, вам же нетрудно его поставить, согласитесь. Ну, а я прощаюсь с вами. Пока-пока.